здравствуйте друзья вопросик зачитаю здравствуйте михаил хотел бы попросить у вас совета мой хороший друг с семьей выиграли гринкарт лотерея пару недель назад получил имейл с приглашением в консульство на интервью сегодня он мне сказал что наверное не пойдут на интервью потому что боятся что не пройдут и зря только деньги потратит хотя до этого были очень настроены на переезд в сша по всякому ему объяснял и что миллионы людей по всему свету все бы сделали чтобы иметь такой шанс и деньги говорю что небольшие заработаешь еще если не пойдете не пройдете интервью попробовать стоит не знаю жалко очень если из-за страха откажется и такой шанс упустят может вы что-то посоветуете заранее спасибо да друзья тяжелая ситуация человек наблюдает со стороны затем как другой человек который вроде чего-то хотел вдруг выясняется что он не очень этого хочет и у него даже какие-то отмазки странные что типа вот он деньги на билет потеряет то есть знаете как как это не знает что ему там в туалет сходить лишний раз или жениться знаете вот не определился это отмазка он он перепугался до полусмерти что естественно всякое новое предприятие понимаете когда за базар отвечать надо знаете становится страшно то есть базарить не страшно я там в америку мы там сейчас все а дальше говорят ну ешь давай сейчас тебе визу сейчас тебе билет там туда-сюда он не боится что он не пройдет что там бояться вот но сколько там народу не 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 проходит это вообще смехотворный разговор детский но тут вопрос вот какой значит всякий человек он как бы пришел на этот свет чтобы пройти какой-то свой путь понимаете свой не я не вы ли кто там рядом с ним не никто из нас живущих ныне не может сказать что вот мы познали промысел божий понимаете мы знаем как он должен свою жизнь прожить и в качестве модели которая удобна для объяснения вот такой ситуации я бы такую модель взял вот и реинкарнационная она очень удобная потому что если смотришь вот на жизнь человека и и думаешь как бы она вроде бессмысленная какая-то вот зачем это все и так далее почему это происходит ты начинаешь судить ты кто такой чтоб судить разве ты знаешь зачем он пришел а у него целая цепочка вот этих реинкарнации да у нас такая модель значит цепочка реинкарнации он каждый раз приходит в эту жизнь душа вечная его приходит для того чтобы познать что-то чего она еще не познал поэтому есть цель какая-то у нее да поэтому когда ты смотришь на последовательные реинкарнации приобретение опыта душой многократного да путем многократного так сказать посещения бренной планеты то тогда может быть как-то больше осмысленности в этом есть вы говорите как же он вот хотел вот он мог изменить там не изменить но послушайте вот у него такой путь может быть все уладится и он поедет может быть ему надо просто поплакаться может быть надо собраться с мыслями с энергией там я не знаю чем не лезьте в чужую жизнь никто из нас не не пришел на этот свет для того чтобы кого-то судить или кого-то там я не знаю ну оценивать прав он или не прав или что он там делает так или не так оставьте в покое значит чем чем больше вы его пинаете тем больше он может быть сопротивляется потому что одно дело это я решил это моя энергия так сказать и так далее а или вот мне навязали извне кто навязал какие-то безответственные люди которые сами за базар не отвечают правильно значит он мне говорит езжай а сам чего вот поэтому пусть он подумает и немножко но внутри себя понимаете внутри себя пусть он подумает там о том что когда он станет старше допустим как он будет лечиться сколько лет он проживет что будет с его детьми какое образование они получат среди там каком обществе они будут расти и так далее так далее поэтому мы не знаем его мотивации почему он хотел вообще уехать да может быть ему и не надо никуда ехать это же не значит что вся всякий там всяк человек ему значит надо куда-то ехать кому в германию кому там в америку кому в израиль то вот так не обязательно есть люди которые прекрасно живут на месте и все у них хорошо телевизор не смотрят там водка рыбалка огурец соленый есть может быть еще что ты может он пушкина читает понимаете я не знаю я думаю таких сейчас мало осталось вот но в принципе поэтому я бы сказал не вмешивайтесь мы очень часто видим людей которые странные вещи делают вы не кстати сколько я вижу людей которые делают странные вещи вот они пришли вот они деньги заплатили и вроде он сел на уроке да и если их не гонять например то половина класса будет сидеть и там эсэмэски свои считают мы за мы закрыли доступ к фейсбуку одноклассники в контакте мы закрыли физически чтобы они не могли этого делать понимаете вот так я могу сказать а вроде деньги заплатил и вроде там жизнь решается судьба там надежды и все такое ну и чего поэтому не надо их как бы оценивать судить ставить себя на их место вот это форекс я бы на его месте да ты на своем чем сделай чтоб не стыдно было потом рассказать кому-то давайте чему я с одной стороны очень понимаю как бы благородное такое намерение и переживание вот это человека который пишет это письмо то есть чё ж тут непонятно вот все очень даже понятно но с другой стороны надо заниматься тем что первое имеет смысл и второе имеет хорошие шансы на то чтобы свершиться вот в данном случае я насчет шансов не уверен а то что смысла не имеет я уверен поэтому если бы он просил помощи если бы он говорил вот как ты думаешь там или что то можно было бы с ним а поделиться давайте камеру повернул можно было бы поделиться а так применяйте формулу значит там где нет ученика там не будет и учителя или там учитель приходит тогда когда есть ученик если он вас не хочет слушать если у него какие-то свои мысли и так далее вы его не научите знаете тут есть вещи которые но должны сами произойти я снимал тут видео на днях вы наверно видели такое мероприятие в сан-франциско где куча народа собралась и они там значит обсуждали как работу найти и вот там человек ну наверное он же лет 15 у него опыта работы он рассказывает вот он делится своим опытом то есть он делится тем что абсолютно неприменимо в ситуации допустим вот нашего студента который не имеет опыта и который хочет найти работу вот так соответственно говорят вот на работу надо искать вот на таком-то веб-сайте для него это смерть понимаете потом говорят надо в резюме вот это и это смерть и вот все эти советы которые очень хороши были бы для того кто с опытом абсолютно не годятся для того кто начинающий я слушаю вот это все я думаю блин надо наверное стоимость обучения повышать потому что вот собирается громадная толпище чтобы послушать вот это где нету там допустим может быть пяти процентов от того что я им так вот как бы за те же деньги вот ну рассказываю в очень концентрированном виде и очень точно и абсолютно для них я не рассказываю то что интересно кому-то с пятью годами экспириенс я рассказывать тем кто вот из школы и но они же не не пользуются давайте вы не можете заставить пользоваться вот там например был эпизод когда саша хвостович отвечает на вопрос почему ты хочешь работать в гугле да и и судьи когда оценки ставили они все поставили там типа 5 6 что это значит ну как все обычный ответ он неплохой он обычный и там еще одна девушка женщина была тоже у нас училась и тоже там она типичные вопросы отвечала это же она его не отвечала так как мы учим понимаете вы не можете заставить человека отвечать на вопрос так чтобы побить всех конкурентов давайте если человек хочет отвечать так чтобы быть в толпе вот как все да и ты ему вроде говоришь как побить толпу и как быть номер один и так далее но он не пользуется ну что можно сделать вот что я уже кричу и свищу там в два пальца и я не знаю там флагом мотаю там и говорю граждане говорю вот же же вот же же дано ну да но вот возвращаясь к вашему этому значит эпизоду с приятелем который выиграл green card и так далее ну выиграл green card я читал на форуме случай как парень не то что выиграл green card а он уже визу получил и уже билет купил и уже прошел все эти этапы и уже на к трапу подошел потом бросил плюнул и повернулся домой вот в этот момент давайте и такое тоже бывает поэтому что тут сказать у каждого свой путь такая вот такая вот философская заметка счастлива